Творение Помните те семена, которые Бог создал в третий день? Возможно, по Божьему времени это произошло за пару тысяч лет до этого. Эти семена все еще ожидали прорастания. И вот появился естественный свет. Но земля еще была безводная, да и некому было обрабатывать почву. Так что время еще не наступило. Мы знаем, что раз Бог что-то говорит, это не может не сбыться. Это исполнится в должное время и в свою пору. Это был пятый день. В шестой день Бог сказал, «Да произведет земля живые создания, скот и присмыкающиеся, и звери земные породу их». И увидел Бог, что это хорошо. Шло засевание Божьего слова. Насколько славно это было. Затем Бог сказал, «Сотворим человека по образу нашему». И довладычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всеми присмыкающимися на земле. Так вот, поскольку Бог — это Дух, человек находился в том же образе Бога, в духовном облике. И это был не просто один человек. Это было человечество. Все люди. Еще тогда Бог знал каждого из нас. Он знал наши имена, как мы будем выглядеть, и знал о нас все. И человек был создан как мужчина с мужской сущностью, и как женщина с женской сущностью. И ему была дана власть над всем, что было на земле. Над воздухом, над ветром, над морями, над всем. И увидел Бог, что это очень хорошо. Это был шестой день.